Как вы думаете, есть ли жизнь после смерти? Природная однозначно ответит «да». Оказывается, что в нашем мире существуют животные, которые могут жить даже, как бы это парадоксально не звучало, после своей смерти. Более того, некоторые из них могут даже представлять смертельную опасность для человека. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о 8 животных, которые живут после своей смерти. Погнали! Номер 8. Тараканы. Вы наверняка слышали миф о том, что единственные существа, которым удастся выжить на планете после ядерного взрыва – это тараканы. Однако, так ли это на самом деле? Как думаете, сколько времени может прожить таракан без головы? Несколько минут, часов или дней? Правильный ответ – несколько недель. И вы не ослышались. Это связано с тем, что в отличие от людей, у тараканов открытая система кровообращения, что позволяет давлению в их теле быть существенно ниже. Именно поэтому, когда таракан лишается головы, то сосуды шеи закупориваются свернувшейся кровью, что и позволяет ему выжить. Кроме того, эти существа не могут задохнуться, так как дышат через дыхальца – маленькие отверстия на каждой части тела. Кислород разносится по телу кровью, а воздух поступает в ткани непосредственно от дыхалец по атрахеям. Но одна из главных причин, по которой тараканы могут жить без головы в течение нескольких недель, заключается в ганглиях – скоплениях нервной ткани, расположенных по всему телу. Фактически, это маленький мозг, который помогает поддерживать некоторые функции и рефлексы организма. По сути, единственное, что не может сделать обезглавленный таракан – это поесть или попить. Однако, даже несмотря на это, они все еще могут прожить достаточно долгое количество времени без поступления питательных веществ. Они умрут от обезвоживания еще до того, как почувствуют голод. Так что фактор еды для них не имеет никакой роли. В любом случае, когда вы в следующий раз увидите бегущего обезглавленного таракана, не пугайтесь. В любом случае, он умрет, хоть и, возможно, через несколько недель. Номер семь – змеи. Змеи сами по себе могут вселять достаточно большой страх. Однако, в сочетании с тем, что некоторые особи могут оставаться смертельно опасными даже после своей смерти, эти животные становятся еще более ужасающими. Известно, что у многих ядовитых змей сохраняется активность нервной системы. Мозговая активность и рефлексы, даже спустя несколько часов после смерти. Это верно даже в том случае, если змея была полностью обезглавлена. Тело может спокойно скользить по земле и извиваться так, как будто бы она все еще живет. А голова, между прочим, может укусить любого, кто окажется слишком близко. Это звучит стрёмно. Так что, даже если вы обезглавили змею, то будьте осторожны. Возможно, она пытается сбить вас с ног. Как это возможно? Дело в том, что рептилии являются экзотермами, то есть хладнокровными. Их метаболизм гораздо медленнее, чем наш, поэтому жизнеспособность их органов дольше. Кроме того, не стоит забывать, что ядовитые железы хранятся у змеи в голове. А значит, что даже после декапитации она может укусить. У некоторых змей, например, гремучих, в голове расположены терморецепторные ямки, которые позволяют им чувствовать приближение тепла, чтобы в случае опасности нанести удар. Так что, будьте осторожны со змеями в любом случае, даже если они мертвы. Номер 6. Осьминог. Осьминог, так же, как и большинство хищных змей, может выжить после того, как у него оторвали голову. Дело в том, что у осьминогов около 130 миллионов нейронов. Но располагаются они не в голове, как у человека, а по всему телу. Наибольшая часть из них сосредоточена в щупальцах. Ученые предполагают, что благодаря этому осьминоги могут так эффективно использовать свои конечности. Кроме того, считается, что по этой же причине щупальца осьминога могут продолжать двигаться и функционировать так же, как обычно. Даже если животное мертво или одно из его щупалец было отрублено. Как и у змей, конечности осьминога могут продолжать реагировать на раздражители, даже через час после потери связи с мозгом. Отрезанная щупальца даже будет пытаться схватить пищу и доставить ее туда, где был рот, если, конечно, он был бы на своем прежнем месте. Однажды ученые провели эксперимент, в котором усыпили осьминога, а затем отрезали конечности и погрузили их в ледяную воду на один час. Спустя это время щупальцы все равно реагировали на прикосновения. Науке известны случаи, когда дельфины-тюлени умирали после того, как съедали осьминогов, так как конечности моллюска продолжали двигаться. Кажется, что нейроны наделяют щупальца отдельным разумом, делая осьминога одним из самых странных животных, которые продолжают жить после смерти. Номер 5. Лягушки. Как правило, если у животного полностью нет мозга или головы, то оно считается мертвым. Однако в случае с лягушками это совсем не так. Как и другие животные из этого списка, мертвые лягушки ведут себя практически так же, как если бы они были живы. Ученые провели эксперимент, в котором удалили мозг у нескольких лягушек и обнаружили, что земноводные все еще могут прыгать, плавать в воде, реагировать на прикосновения и даже ориентироваться в пространстве, если их перевернуть с ног на голову. Кроме того, некоторые лягушки крякали, когда их гладили по спине. Главное отличие между живой особью и неживой заключалось в том, что вторые не могли двигаться произвольно. То есть в то время, как живые лягушки могут перемещаться куда захотят, мертвые лягушки двигаются только в ответ на внешние раздражители. Связано это с тем, что анатомия лягушек по сравнению с человеком относительно проста, поэтому их рефлексы могут фактически управлять всем телом, без какого-либо вмешательства со стороны мозга. Однако ученые заметили, что если бы лягушки не подвергались воздействию каких-либо внешних раздражителей, то они бы просто сидели без движения. Достаточно странно. Номер 4. Черепахи. Учитывая, что многие черепахи являются земноводными существами, то, чтобы выжить, им нужно постоянно быть на чеку. В каком-то смысле черепахи достаточно универсальны, чтобы выжить после смерти. К примеру, возьмем малую мускусную черепаху. Доподлинно известно, что она может провести под водой более 5000 часов без единого вдоха воздуха. Большинство животных, даже те, кто живет в воде, уже давно бы задохнулись. Однако для черепахи это довольно простая задача. Впрочем, давайте поговорим о том, чем примечательны черепахи после смерти. Известно, что даже после полного удаления из организма, их сердце все еще бьется в течение целого часа. Если оставить его внутри, то сердце может биться несколько дней. Однажды ученые вскрыли и охладили тело черепахи, после чего обнаружили, что ее сердце продолжало биться в течение пяти дней. Звучит как какое-то чудо. Дело в том, что у черепахи есть специальные кардиостимуляторные клетки, которые помогают сердцу биться даже без сигналов от мозга. В сочетании с их способностью расщуплять гликоген для получения энергии без кислорода позволяет сердцу биться в течение нескольких дней. К тому же в сердце черепахи содержится достаточно большое количество гликогена. В общем, про черепах можно смело сказать, что даже после смерти их сердце еще будет биться. Номер 3. Аляскинская древняя лягушка. Заморозка тела с последующим возвращением к жизни довольно распространенный сюжет фантастических шоу и фильмов. Однако для этого животного это просто один из периодов года. Как и многие другие северные лягушки, аляскинская древняя лягушка впадает в спячку в холодные зимние месяцы. Однако делает это она довольно необычным образом. Она замерзает. 2 трети воды внутри ее тела замерзает и оттаивает несколько раз в течение зимы. В этом цикле замораживания и оттаивания лягушка может провести до 7 месяцев жизни. При этом она абсолютно спокойно может прожить несколько дней и даже недель без дыхания и сердцебияния. А затем, когда зима закончится, она просто растает и начнет прыгать, как ни в чем не бывало. Довольно удивительно. Чтобы избежать смерти во время суровых зим, на Аляске древняя лягушка накапливает в своем теле мочевину и глюкозу, которые действуют как криопротекторы. Криопротекторы – это вещества, которые защищают биологические ткани от повреждения при замерзании. Они помогают удерживать воду, которая задержится в клетках, и ограничивают количество льда, которое может образовываться в организме. Таким образом, эти лягушки фактически могут умереть на время зимы, чтобы весной вновь вернуться к жизни. Номер 2. Пчелы. Укус пчелы – достаточно неприятная вещь. К счастью, они жалят лишь тогда, когда чувствуют опасность. Их яркий окрас служит хорошим предупреждением, чтобы держаться от них подальше. Но знали ли вы, что лучше оставить их в покое даже в том случае, если они окажутся мертвыми? Дело в том, что осы и пчелы все еще могут ужалить, даже если они обезглавлены. Пока не задета их брюшная полость, мышцы, ганглии, мешок с ядом и жало все еще могут функционировать в течение часа после смерти. На самом деле, людей довольно часто кусают мертвые пчелы. Если случайно наступить на них или попытаться взять в руки, тело насекомого продолжает реагировать на движение и в случае опасности может выпустить яд из жала. Кроме того, если вас все же ужалила пчела, то убедитесь, что вокруг нет улья. Дело в том, что ее укус может выпустить химическое вещество, которое предупреждает других пчел об угрозе и дает команду атаковать опасность. Такие вот у нас научные выпуски. Номер 1. Водяные медведи. Как вы можете заметить, водяные медведи совсем не похожи на медведей. На самом деле, это прозвище, данное восьминогому микроскопическому беспозвоночному, чье настоящее имя – тихоходка. Эти маленькие ребята длиной не более миллиметра обычно живут в воде или других влажных местах. Тем не менее, они могут выжить в самых экстремальных условиях. Не только на нашей планете, но и за ее пределами. Тихоходки способны выдержать любые испытания. Их варили, сушили, замораживали до минус 200 градусов Цельсия. Подвергали экстремальному давлению, а также воздействию космического вакуума и радиации. Ученым даже удалось оживить тихоходок, которые были заморожены в течение 30 лет, просто опустив их в воду. Они единственные, кто смог пережить все пять периодов массового вымирания Земли. И это впечатляет. Науке удалось установить, что тихоходки могут выжить в таких суровых условиях благодаря состоянию анабиоза. Когда все их биохимические процессы прекращаются, тихоходки вырабатывают специальный белок, которым они наполняют свои тела, чтобы заменить им воду. Он действует как защитное покрытие, которое укрепляет организм и сохраняет его клетки. Тихоходки могут находиться в этом состоянии в течение невероятно долгого периода времени, пока вновь не попадут в воду. Затем, спустя всего несколько часов, они вновь вернутся к жизни. Для своего размера тихоходки – невероятно живучие существа. Но больше всего поражает факт, что они могут вернуться к жизни даже после смерти. Я надеюсь, что вам было интересно. Если так, то раздавите лайк со всей силы, раздавите кнопку подписки, а также колокольчик, чтобы не пропустить новые термоядерные видео уже завтра. Ну а если у вас есть время, вы можете прямо сейчас заценить несколько крутых предыдущих выпусков. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok